дубайский рынок вот этим живет но я могу честно сказать что это сплошной мы сегодня это недвижимость сегодня это travel консалтинг сегодня это консалтинг индивидуальная работа с людьми развития личности платит рынок да тем самым покупая совесть брокеров то в моем случае мне платят клиент уж я работаю на клиент я оцениваю его риски я защищаю его интерес не устали от этого здрасте честно выберем презентацию приезжайте на показ цена скоро повысится это последний лот за самую я не эмоции я не память я не менеджер я стать никем для самого себя тот станислав с которыми я был знаком вообще ты должен этот станислав с которым я сейчас общаюсь мне кажется это разный был забил знаком с объектом а сейчас ты знакомишься с субъектом всем привет дорогие друзья и сегодня у нас прекрасный гость мой старый товарищ когда я был молодым предпринимателем начинающим я я тоже в это время молодым и начинающим но мне на тот момент казалось что у тебя уже достаточно большой опыт был но для меня по крайней мере так так это виделось в гостях сегодня у нас станислав рышко это человек у которого компания агентство недвижимости и как сегодня мы узнали он перешел на удаленный формат работы и мне очень интересно как же так можно уследить за своим за своими кадрами вне офиса но ты знаешь я интересуюсь не только недвижимость я больше тебе скажу что недвижимость меня вообще меньшей степени интересует несмотря на то что я в этой области продолжаю двигаться мне этот рынок индустрия понятно я ее чувствую чувствую вот как бы уже не не умом логически чувствую как-то по-другому какими-то другими органами чувств но меня большей степени интересует и интересовала наверное вот плюс минус того периода поиск каких-то поиск какого-то универсального знания которое способно привести меня к счастливой жизни тогда я не совсем понимал что это такое счастливая жизнь у меня было все-таки больше понимания чего я убегаю а убегал я от стресса от операционки от ответственности от нежелания делать то что не нравится от людей которые тебя подводили от кассовых разрывов от статы ну короче от вот от огромной массы того от чего бежит каждый но я сейчас это саккуратничаю каждый третий человек хотя думаю что все-таки каждый второе может быть каждый полуторный у меня был период я 17 лет работал с людьми которые достаточно большие деньги зарабатывают все был всегда рядом и я сразу чувствовал что мне легко в целом с людьми выстраивать коммуникации тогда я понял что мне надо в целом работать с людьми да и с дорогими продуктами которые покупают дорогая аудитория потом я начал исследовать вот в рамках недвижимости а как мыслят эти люди почему у них есть это у кого-то этого нет да я начал определять некие такие некий некий критерий да потом когда ты собрал все эти критерии стал следующий вопрос они вообще счастливы и ты начал как бы исследовать еще глубже этот вопрос и понимать начал осознавать что а счастливых то среди них немного такой ну ладно бог с ним счастьем но надо же когда состоятельность организовать начинаешь это состоятельность организовывать и она в каком-то виде организовывается и вот в моем случае это было знаешь такое отбивка в 30 когда вроде бы все что необходимо традиционному вот мужчине в 30 лет у тебя есть у тебя есть двое детей семья ты живешь за городом у тебя хороший автомобиль у тебя есть компания есть какой-то доход ты не миллиардер но ты как бы у тебя все есть для того чтобы да а вот и наедине с самим собой понимает что а я вообще кто я вообще где у тебя очередной раз какая-то проблема в бизнесе там типа моем случае это был кассовый разрыв такой а почему это повторяется и сегодня я могу сказать что я для себя вот этот вот базовый набор универсальных знаний нашел и наверное поэтому есть не наверное а точно поэтому я могу сегодня сказать что я поэтому свободен по-настоящему свободен в первую очередь ментально то есть мой ум сегодня не зависит ни от чего я свободен физически несмотря на то что у меня есть бизнес есть какая-то социальная ответственность я здоров ясен и прочее прочее это все благодаря тому что я допустил однажды все таки может быть по-другому и вот это вот маленькое допущение на первый взгляд незначительное привело к тому что я начал нащупывать и убеждения в том что действительно так появилась вера но и тут мы не будем наверное сильно впадать в определение но все прекрасно понимают что вера способна творить сумасшедшие вещи да я очень глубоченные мысли очень глубоченные мысли и вот хотелось бы узнать кто ты сегодня кто-то сегодня есть какие твои мысли и вот какие твои стремления какие твои приоритеты есть такое определение которое я недавно для себя открыл, в ноябре прошлого года. Я суть, проявленная в материи. Что это такое? Я немножко разложу, чтобы всем это было понятно. Это в целом я считаю, что каждый житель планеты должен как минимум один раз это услышать и хотя бы минуту внимания этому уделить. Я не говорю о том, что там сильно нужно верить в это. Но вот смотри, есть тело, которое очень многие называют я. Я мужчина, 30 лет. Это то же самое, параллельный пример тебе привожу. Я Форд 30 лет с бензиновым двигателем на зимней резине с какой-нибудь там трансмиссией. Но это же абсурд. Тело является биологическим элементом физического мира, который существует за счет пищи, которую оно съело. Соответственно, если ты идентифицируешь себя с телом, соответственно, ты можешь смело сказать, что ты Биг Мак, Кока-Кола, чипсики, Лейс и еще что-нибудь. То есть очевидно, что нет. Соответственно, я не тело. Хорошо, я ум в виде вот этой пробки. Но тоже нет, потому что ум – это маленькая программа некого программного обеспечения. Если вернуться к примеру автомобиля, то ум является частью навигатора. То есть если навигатор – это некая информационная модель, подключенная к некому сервису, то ум в примере навигатора является программой, которая просто каждую секунду обновляет пробки, чтобы ты не встал в пробку. Вот эта функция выполняет ум в моем понимании. Тогда я не ум. Хорошо, тогда дальше пойдем. Разум является вот этой программой, как навигатор, то есть некое системное решение. Но разум соединен с неким дата-центром. Соответственно, я не разум. Окей, есть еще там энергоинформационная система. У каждого из нас она есть. Она, наверное, как-то связана вот с этим я, о котором мы сейчас с тобой будем в дальнейшем говорить, но тоже я не является. Это всего лишь энергоинформационная система, как некий ресурс, как бензин в бензобаке, который дан тебе откуда-то свыше, и он безлимитный на самом деле, если ты его не уничтожаешь, а делаешь все, чтобы он регенерировался, увеличивался и прочее. Тогда стоит следующий вопрос. Тогда где я? Вот этот вот дата-центр, так называемый, вот в этом примере, он находится где-то выше разума, он находится вообще вне физической реальности. И наша задача сделать так, чтобы самоидентифицировать это я, потому что у этого я есть природа, как и у любого элемента. Вот золото. У золота есть своя характерная природа. Она отличаема или отлична от серебра. Мы с тобой вроде бы два человека. У нас у каждого своя внутренняя... У нас есть вещи, которые нас объединяют, и у нас есть свои индивидуальные аспекты, да? Вот как бы немножко я, наверное, разжевал свой ответ, чтобы он был понятен. Но если тезисно вот сейчас воспроизвести повторно вот эту фразу, которую я есть... Суть проявленной материи. Я есть суть, проявленная в материи. В итоге, во-первых, почему ты решил задаться таким глубоченным вопросом? Не каждый, наверное, об этом думает, и не каждый день, и даже, может быть, ни разу в жизни никто об этом не думал. Ну вот я немножко уже об этом сказал, это переход в 30, да? Но я сейчас просто приведу категорию примеров, при которых, наверное, большинство из вас себя найдет. Обычный мальчик родился в обычной семье, в военном городке, с традиционным детством, детский сад, костры, шалаши, алкоголь ранний, сигаретка. Ну вот как бы ты попадаешь в некую культуру того времени и начинаешь ею напитываться. Папа военный, папа говорит, ты должен, тебе надо. Ты, будучи ребенком, скрипя с зубами, делаешь, ты должен, тебе надо. Потом в какой-то момент ты чувствуешь, что ты созреваешь, тебе хочется независимости, ты рвешься к этой независимости, оказываешься в условиях совершения ошибки, так называемой. Жизнь тебя в 17 бьет по голове, сильно бьет по голове. В этот момент ты такой, ага, все понял, мир не такой, а он вообще безграничный. То есть ты жил вот в таком мире, а потом одним днем он расширился, и ты понял, что в нем так много всего можно сделать, оказывается. И ты убегаешь в эту взрослую жизнь в погоне за независимостью материальной. Да доходишь, потому что я везде, где я работал, я всегда был лучшим. Всегда, я быстро очень рос. То есть мне достаточно было там несколько месяцев, чтобы перерасти топов, которые могли по 5-7 лет тащить эту компанию. Да, мне могло там 4-6 месяцев. Вот. А потом ты начинаешь отслеживать, что окей, независимости легкой достиг, ну такой первостепенный достиг. Доказать, доказал там, кому хотел, доказал. Окей, дальше что? Дальше давай как бы эго потешим, давай как бы побеждаем. Вот сейчас мы рынок перевернем и так далее. Что-то в этом получилось, частично получилось, стало неинтересно, как и все, что ты достигаешь, на самом деле становится неинтересно. По сути, я начал подкрадываться вообще к поиску сути. А зачем? Да? Но перед тем, как я до ее коснулся, я начал сталкиваться с тем, что у меня начали происходить какие-то ситуации в жизни, в бизнесе, со мной внутри, с деньгами, еще как-то. Ты понимаешь, что они регулярные, они закономерные, они прям повторяются регулярно. И они могли повторяться там, например, 10 лет. В какой-то момент ты такой, так, стоп, а почему это повторяется? И как только я начал задаваться этим вопросом, логично, что сама жизнь начала мне приносить ответы в виде людей. И однажды я встретил человека, который там, рассказал свою непростую историю про то, как у него там что-то очень долго не получалось, какая у него была тяжелая судьба и как он долго искал ответ и пробовал лечиться от определенного недуга и уже вроде бы опустил руки. И в этот момент, когда он опустил руки, в его жизни случайно вот так на улице встречается человек, ученый, психогенетик, который ему в течение пяти минут объясняет принцип того, как работает закономерность. И вот после этого, буквально через месяц, у него очень сильно начала прогрессироваться в лучшую сторону вся жизненная ситуация. И вот он попадается мне в жизни с этим же сообщением. Я начинаю эту тему исследовать, закономерности. И в первую очередь, я начинаю исследовать свою линию рода по мужской линии. Когда я касаюсь ее, я сильно пугаюсь, потому что сценарий, который там прослеживался, он был пугающим. И вот здесь вот было принято первое такое очень зрелое, взрослое, однозначное решение, что я не готов принять, что это моя судьба. Потому что она в целом прослеживалась там у всех. Ну, до какой-то степени, до которой я способен был копнуть. И вот здесь вот был петь сделан первое. Это про заболевания генетические? Не-не-не-не-не-не-не. Это просто вот про некие такие сценарии жизненные. Причем я в этих сценариях был ребенком. То есть мне уже жизнь показывала, что ты как бы в колее, парень. Ну, кто-то это называет кармой, кто-то еще как-то называет. То есть я все это слышал, сейчас могу так уверенно об этом говорить, потому что я внутри это все происследовал и продолжаю следовать. То есть для меня это очень понятные логические вещи, которые я могу для себя разложить. Ты переживаешь в своей жизни что-то. У тебя на уровне тела, на уровне всей твоей системы отпечатывается что-то. То есть, наверное, ни для кого не секрет, что наши самые сильные страхи, они запечатаны в тех или иных частях тела. Ну, как бы это научно доказано, да? Я, кстати, с этой моделью работал, когда я решал ментальную задачу через тело, и я видел результат. То есть я правильно понимаю, что мысль такая. Ты, ну, я видел вот этот вот активный рост, и как раз ты о нем тоже говоришь. Потом ты решил взять, наверное, какое-то, может быть, спокойствие, спокойствие душевное, и выяснял свою сущность, свое предназначение, и несмирение, так скажем, с генетическими какими-то историями. Ну да, сначала я был не готов принять, после того, как я был не готов принять, я начал работать в этом направлении, трудиться, да? Там появилась йога, там появилась первая чистка тела, я начал чувствовать, что вообще можно чувствовать себя по-другому, можно так быстро себя излечить от чего-то. То есть у меня за месяц прошло то, что сопровождало меня и мучило меня беспрекрас. Где-то, наверное, с девятого класса по... до двадцати семи, то есть двенадцать лет, прикинь, меня кое-что мучило. Кое-что это вот здесь такой псиборийный дерматит или псориаз, как его называют на голове. И за месяц я просто вот почистив свое тело, поев теплое вегетарианство, так называемое, у меня просто прошло все. Все прошло, что меня с детства беспокоило. И больше никогда не возвращалось. Это тоже через выяснение генетики. Ну, а там на самом деле столько компонентов. То есть ты как бы условно с одной стороны открыл этот ящик Пандоры, испугался и понял, что ты либо это применимаешь и живешь с этим всю жизнь, либо ты открываешь его, не ссышь, заходишь туда и думаешь, как с этим быть. Вот я выбрал второй вариант. Возвращаясь к твоему вопросу. Когда я начал всю эту работу проводить, и мне, скажем так, на уровне мысли, на уровне тела стало полегче, места стало побольше в голове, тело стало поживее, я искренне начал задаваться вопросом, ну, потому что к этому были предпосылки, скажем так, в медитации, в практиках. У меня был такой интересный, трансцендентный опыт, который начался просто на ровном месте. Я понял, что что-то я умею вообще не из этой жизни. Конечно, я начал задаваться вообще, а кто я? Тогда попала ко мне в руки книга, называется она «Я есть то». Не это, а то. И там есть понятие, типа, про то, как понять, кто я. Надо начать с того, чтобы отделить себя от того, кем ты не являешься. Ну, и у меня начался процесс плавный, типа, я не тело. То есть мне требовалось... То есть если сейчас я прям осознаю это, тогда мне требовалось как бы время, чтобы вообще осознать, что такое, в смысле я не тело. Ну, вот он я тело. Я не эмоция, я не память, я не менеджер. Стать никем для самого себя. Реально понять, что ты не знаешь, кто я. И вот в тот момент, когда я к этой точке дошел, ответ начал приходить. Он приходить начал вот извне. Просто потому, что это извне самое спокойное место, которое где-либо я встречал, оно внутри меня находится. И все ответы, которые меня больше всего интересуют или интересовали когда-либо, я нашел внутри себя. И продолжаю это делать. И могу ответить даже, как это работает. То есть есть понятие биосферы, атмосферы, геосферы. Нам обо всем рассказали, кроме наосферы. Наосферы. То есть это, по сути, тоже сфера, только энергоинформационная сфера, в которой находится информация. Вся информация. И она регулярна. В которой, наверное, мы варимся. Мы все подключены к этому. Вопрос, чем мы ее питаем, первое. Второе, что мы из нее извлекаем. А извлекаем мы ровно то, на что мы ориентированы своим вниманием. Ну и, наверное, тут встают несколько компонентов, наверное, энергетических, в частности, которые на уровне тела находятся. И внимательность. Потому что тот формат информации, он приходит не так, как вот сообщение пришло на телефон. Там в другом контексте информация приходит. И она приходит ко всем. Вопрос, готов ли твой внутренний приемник, твое сознание, подсознание, бессознательное, принять сигнал и расшифровать его, который потом такой, как мыслеформа. Опа, откуда я это знаю? Ну вот тот Станислав, с которым я был знаком. Это вообще, ты был знаком. И тот Станислав, с которым я сейчас общаюсь, мне кажется, это разные. Ты был знаком с объектом, а сейчас ты знакомишься с субъектом, который есть внутри тебя и внутри каждого из нас. То есть вот это простое очень понятие. Объект и субъект. То есть все есть система управления. Все есть система управления. То есть, например, электричество является субъектом, а объектом является радиоприемник или лампа. В нашем диалоге, когда я говорю или пока я говорю, я субъект, ты объект, я адресую тебе информацию. Как только ты начинаешь говорить, я становлюсь объектом, воспринимающим информацию. Внутри процессы те же. Вопрос надо понять, а кто субъект? Это вот учение, оно называется психология? Нет, не знаю, как оно называется. У меня это все собиралось из разных компонентов и внутренних каких-то объединений. А какую боль в моменте я могу излечить? То есть как звучит, так скажем, оффер от тебя? Это может быть немного меркантильный оффер, да? Это мы долго можем перечислять, это большой список. Ну, хотя бы там вот раз-два. Ну смотри, давай мы поймем базовые вещи, базовые вещи, которые интересуют всех. Деньги. На самом деле деньги – это все средства, семья, радость – это все средства, достижения чего-то. Там есть базовые компоненты, которые интересуют каждого из нас. Это безопасность, это счастье и это любовь. То есть мы ищем в этой жизни то, что принадлежит нам по праву от рождения. Потому что ребенок чувствует, испытывает любовь. Мать дает ему безопасность. На самом деле и планета, и природа дает безопасность, если уж быть откровен. Счастье, как бы там не нужно ничего для ребенка, чтобы быть счастливым. Но не нужно ничего. Но когда он растет, ему нужны карандаши, например. Блин, он счастлив. Потом мы вырастаем в какой-то непонятной среде кем-то для нас придуманной. Это же не Вседержитель нам это создал. Вседержитель создал то, что мы сейчас приедем куда-нибудь на Алтай и увидим. На природу. Вот, что создал Вседержитель. И если ты поживешь там месяц, пусть даже в какой-нибудь землянке, ты вернешься сюда и все поймешь, как все на самом деле происходит. Вот. И мы растаем. Ну типа мир испорчен, условно. В какой-то степени, да, мы про это говорим. И порой мы загоняем себя в шаблоны правильных соревновательных, так скажем, бизнес-условий. Это вообще все ложное. То есть это вот все... Вот смотри, есть такое понятие, великолепнейшее просто. Природа – подобность. Да? Вот давай возьмем на примере каждого из нас. Посмотрим в структуру нашего физического тела. Все элементы твоего тела и нашего тела соединены между собой. Это большая инженерная система, благодаря которой ты вырабатываешь энергию, перевариваешь пищу, говоришь, осознаешь. Клетки. Все состоит из неких клеток. Все они связаны между собой. Как это все одним словом можно назвать? Единство. Благодаря этому единству все работает. Если сейчас из твоей системы внутренних органов отключить один из органов, система будет испытывать сбой. Соответственно, ты потеряешь какие-то... Напоминания. Я благодарю, я ценю, я люблю. Это вот такое один раз в день происходит. Хотя тоже это все уже на подкорке. Вот. А теперь давай возьмем природу. Там как все работает? То же самое. А теперь давай возьмем общество. Как у нас все устроено в обществе? Ты не такой, мы не такие, ты про это, мы про то, да пошел ты, отдай, давай мы это заберем у них. И все, вот тебе, пожалуйста. То есть очевидно, тут не надо в каких-то доктринах тяжелых возиться. Вот простой пример. То есть мы ушли от природы. Каковы последствия того, когда что-то уходит от природы? Вот мы сейчас тело разбирали. Негативные последствия, стресс. Очевидно, мы же прямо сейчас понимаем, что планета не создана была там 200 лет назад. Она живет, скорее всего, миллиарды лет. И слава богу, есть какие-то отголоски и факты, достоверные, говорящие нам о том, что были разные цивилизации. Мы даже знаем, от чего они погибли, какими они были, сколько они жили, как они ели, как они рисовали. Там все закончилось. Мы даже знаем, чем все закончилось и почему. Ну так мы идем этим же сценарием. А почему мы идем этим же сценарием? Потому что нас этим сценарием ведут. А почему нас ведут этим сценарием? Потому что у нас не развито, ну вот если на простом уровне говорить, не развито мировоззренческое самообразование. У нас нет мировоззрения. Потому что мировоззрение состоит из нескольких компонентов. Вот у меня к тебе вопрос, Стас. В тот момент, когда ты начинаешь мыслить не как погоня за славой, погоня за финансами, погоня за вот этим возлюбленным обществом вещам, когда ты вот начинаешь более приземлённо мыслить, в этот момент что происходит с результатом? В плане бизнеса. Просто когда ты так мыслишь, ну как-то вот, наверное, всё-таки хочется куда-то в религию уйти, послушай, да? Это крайность. Ну я тебе просто говорю свои мысли, которые у меня возникли, потому что, ну вот, там, либо в монастырь уйти, вот, ну, объективно. Ну, то есть такие мысли реально, они прям вот, ну, побуждают, как бы, да? Это я просто себе представил горы, представил, что я там наедине в этой прекрасной природе нахожусь, там, со своей прекрасной семьёй и прекрасно проводим время, занимаемся скотоводством, занимаемся, там, всеми любимыми вещами. А что тебе мешает одну неделю, например, в месяц делать это? Ну это на сегодняшний день нереально вообще, нереально. Ну, по крайней мере, я себе… Чтобы вспомнить то, с чего мы начинали, пока это нереально, оно не… Пока я этого не хочу. Давай вот так. А вот, да. Да, пока я этого не хочу, но я знаю, что ближе к, там, 50-ти я этого очень захочу, а может быть и раньше. Ну вот у меня были такие истории, что я там что-то себе планировал ближе когда-то, на самом деле, душа-то моя хотела это сейчас, и нужно было мне дойти до такого тупика, чтобы понять, что так, стоп, я хочу чего? Душа моя что хочет, тело мое что хочет, тело мое что хочет. Я вообще что хочу? То есть я вот сегодня с ребятами взаимодействовал утром, и я им задал три вопроса, чтобы вообще идентифицировать, как выстроить процесс на этот месяц с ними, чтобы каждый из них ушел вот… С сознанием. С большим инструментарием, с изменениями, со сознаниями. Особо никто не может ответить на вопрос, кто я, и они, собственно говоря, с этим всем идут, то есть они уже дошли в плюс-минус до того, что… Хотят они идентифицироваться вообще, кто я, зачем они здесь, второй был вопрос, и третий, если признаться себе, то в чем? И вот там пошли признания такие классные, я был так счастлив, что люди нашли в себе смелость сказать об этом, потому что мне это дает возможность дать им все, что необходимо, чтобы они завтра признали себя в другом, а потом всю жизнь себя за этот день, как они себе признаются, в другом, в позитивном, благодарили, потому что я себя благодарю, ну, на подсознательном уровне регулярно, просто что я однажды допустил, я благодарю всю жизнь события, которые испытали меня на прочность, то есть если мою жизнь взять до 30, это, знаешь, такой вот бесконечный спринт-марафон, с одной стороны, с другой стороны, это такой, знаешь, ну, представь, что вот некие солдаты ездят на сборы какие-то, вот у них там месячные лагеря, это такой буткэмп такой, вот у меня вся жизнь такой был буткэмп, при котором ты что-то там, что-то как-то, куда-то как-то тебя, бэм, вернулся на землю, заново, вернулся, и это была одна из закономерностей, кстати, когда я понял, что я не готов принять, что это нормально, и вот отвечая на твой вопрос, с вот этой вот позицией мировоззренческой, которую ты сейчас считываешь, и считывает зритель, я могу, положа руку на сердце, сказать о том, что результаты моей жизни в виде денег, возможностей и проектов кратно выросли, с учетом того, что я начал делать в десятки раз меньше действий, да и тебе больше скажу, что в жизнь пришло то, зачем я бежал 12 лет, само, знаешь, такое ощущение, как будто тебе по жизни просто дано, а ты 12 лет бежал от, а тебе казалось, что ты бежишь к, и как только ты такое остановила, тебя жизнь, ты сам себя в ней развернул и понял, что, а, так можно просто, просто было повернуть голову, да, просто вот как бы жить вот по-другому, и как только ты начинаешь жить вот условно по-другому, тебя кто-то или что-то начинает награждать тем, что ты уже давно спроецировал в этом пространстве, но ты не создал условий и среды, чтобы это в твою жизнь пришло, то вот когда я условно ехал не в своей полосе дорожного движения, держался за руль, испытывал стресс, то есть жизнь была такая, что ты сидишь за руль, она наполнена стрессом и быстрой реакцией, и надо смотреть в зеркала, ты устал, и в какой-то момент лобовое столкновение, ну вот в моем случае это было так, но лобовое не физически, оно было психоэмоциональное столкновение. Я понимаю, конечно, слава богу, что оно было такое, и ты жив и здоров. Да, но я в этот момент что, я сразу понял, что что-то идет не так, и я начал как бы крутить головой. Как вот, мы же смотрели, следили там за твоим ютуб-каналом, ну то есть визуально как бы мы этого не заметили, все круто, ты красавчик, успешный, успешный. Джонни говорит, что заметили, там видно, когда у человека какие-то... Я сейчас с тобой пообщался, я увидел, допустим, изменения, естественно, колоссальные, да, там, ну, другой человек, что тут говорить. Стас, ну скажи, пожалуйста, у тебя, ну я тебя знаю из недвижки, выходец из недвижимости, знаю про твои успешные истории в области, там, личного бренда, ты начал этим заниматься лет пять назад, шесть назад, да, вот, как раз в тот момент, когда я о тебе узнал, в принципе. Где сейчас ты? Я сейчас... Ну, если не уходя уже в философию, да, в бизнес. Я нахожусь сейчас в некоем центре, некой системы, которая включает в себя группу продуктов. Моя задача в этой системе создать модель автономного развития и управления, при которой я могу выйти из центральной части этой системы, создав там условия для того, чтобы она развивалась за счет некой коллективной собственности, назовем это так. То есть людей, которые также, любя, вдохновленно, с высоким уровнем нравственности, совести и ценности, способны создавать для этого мира вот некие решения, да, централизованно. Что сейчас там есть? Там, безусловно, есть недвижимость, то есть проект продолжает жить. Лобстер. Да, последние два года он развивается без моего прямого участия, просто благодаря тому, что однажды я придумал там модель работы, продукт и технологию обслуживания клиента, которая освоила небольшая группа людей, освоила ее хорошо, которые на сегодняшний момент, я не побоюсь этого слова, являются моими партнерами. Моя задача была продолжить наполнять это трафиком. Трафик, я не знаю, насколько ты знаешь или нет, но у меня исключительно органика всегда, у меня нету никакого таргетинга, никогда не было контекста, у меня нету больших отделов продаж, которые переваривают весь этот геморрой тысячи рядов, чтобы сделать 10 сделок. У меня есть один клиент или два клиента, один из них остается клиентом. Вернее, две заявки, вторая всегда клиент. Ну, то есть конверсия очень высокая. То есть я называю формат, который я делаю, я называю Family Office, и сейчас я наиболее заинтересован его развивать. То есть это два-три брокера, которые твои друзья уже… Да, но там есть система, там не просто брокер, там есть связка брокер-саппорт-менеджер, то есть, по сути, мой клиент получает двух сотрудников компании. Это, во-первых. Во-вторых, мой клиент платит мне за работу. Если на рынке клиенты не платят, потому что не за что платить, платит рынок, тем самым покупая совесть брокеров, то в моем случае мне платит клиент, потому что я работаю на клиента, я оцениваю его риски, я защищаю его интересы. Я в целом человек, который растет в кризис. Я не люблю, когда все гладко, мне скучно. Я когда вижу проблемы, когда я вижу какие-то вызовы глобальные, желательно, вот здесь вот меня подструнивает, я понимаю, что я вот этот вот служитель, я должен идти и служить. То есть, вот у меня есть вот это в природе, я вот хочу содействовать. И в виде проблемы на рынке, например, в виде продуктов, которые между собой уже не отличаются, архитектурных, и уже покупателю непонятно, кого надо выбрать. Вот это вот лжемаркетингом, который присутствует, что людям показывают одно, люди строят себе образ, они сами несут за это ответственность, но в конечном счете они получают не то, разочарование и так далее. Это несправедливая модель, на мой взгляд. Вообще форма коммуникации рынка с потребителем, она отсутствует, на мой взгляд. Форма обработки, скажем так, первичной обработки клиента на том уровне, на котором я вижу, она должна быть, она отсутствует. Форма продажи в том виде, в котором я это вижу, она отсутствует. И это все, ну как бы с каждым годом, с каждым кризисом, скажем так, не то чтобы потребности меняются, а меняется, меняется, наверное, в частности, психоэмоциональная составляющая людей. Мы же много всего пробуем в своей жизни, много с чем соприкасаемся. И понятно, что нам это надоедает. Тем более, если мы говорим о людях, которые в моем сегменте покупают, в премиум сегменте, они устали от этого. Здрасте, сейчас мы выпьем презентацию, приезжайте на показ, цена скоро повысится, это последний лот, за самый лучший. Блядь, идите нахер. Ну вот всех, кого я знаю, это не работает. Но по-другому никто не научился. Дувайский рынок вот этим живет. Даже не хочу говорить про него. Я просто зашел туда на два месяца и вышел из этого проекта. Потому что я понял, что я не готов в этом болоте работать. Менять рынок не было желания. Ну, по крайней мере, не было, наверное, тех людей на тот момент, с кем бы я чувствовал, что я могу поменять этот рынок. Потому что у меня было желание зайти туда с таким прям, ну, вообще другим продуктом. Но те партнеры, с которыми я тогда заходил, они видели по-своему. Я понял, что я просто... Таргетинг, маркетинг. Но я не пойду в этот момент. И как-то что-то продаем. Потому что, ну, ладно, даже не хочу про этот рынок говорить. Он неинтересен вообще. Но я могу честно сказать, что это сплошное наебалово. Извините, пожалуйста, за прямую речь. Но возьмите статистику, которую вот при такой трудоемком анализе можно собрать, воедино проанализировать. И поймите, что ничего там на самом деле, ничего не выросло. Выросли там 2-3 проекта. И всем продали, что сейчас все вырастет. И все встряли. У меня были клиенты, которые купили в феврале, в мае, в апреле мы связываемся. Это прошлый год. Говорит, Стас, вот хотим продать. Там у нас обстоятельства. Спустя год? Нет, 3 месяца. Вот купили там за столько-то миллионов в Дирхам. Нам сказали, что вырастет. Вот мы там купили 6 квартир, 6 друзей, 6 этаж купили, короче. Говорит, ну, что-то хотим выйти. Я говорю, ну, давай мы проанализируем. Я просто анализирую факты сделок, которые идут здесь и сейчас. Они в минусе на 10%. В каком плюсе вообще идет речь? Они у застройщика покупали. Да, я говорю, а с кем вы покупали? Ну, застройщика. Кто вам ожидания формировал? Кто вам это все обещал? Ну, вот менеджер. А кто такой менеджер? Менеджер приехал, бабки туда зарабатывай. Ему клиент это вообще. Кстати, извини, прям перебью на эту тему. У нас там офис есть. Я уверен, что есть хорошие люди. Не подумайте, что я сейчас говорю про 100% людей. Да, и у нас есть, ну, я, допустим, постоянно получаю заявки именно вот таких людей, которые меня знают, которые там по рекомендации и так далее, там конверсия тоже высокая. Вот, и суть такая же, суть такая же. Приходит с проблемой, хотим перепродать вот этот вот объекты, которые они взяли в рассрочку, которые будут готовы в 28-30 году. А менеджер, говорит, пообещал, что за первый квартал объект вырастет там на 30%. Показали там кейсы успешные, я в это поверил, я это взял. И я задаю такой же вопрос. Менеджер – это, ну, неплохой человек. Это человек, который приехал там зарабатывать деньги. Но просто я не люблю, когда менеджер зарабатывает обманным путем. Обманывая людей, я, ну, то есть, если у человека есть потребность, он готов до 28-го года подождать и стать собственником, владельцем квартиры – ок. Но если речь идет о том, что человек зашел, у него было там не на все шесть квартир, да, там денег, а у него было на самом деле на одну квартиру. Просто в рамках рассрочки он, в принципе, тянул первоначальный взнос по всем. Но последующие платежи он как бы не планировал вносить, потому что он планировал перепродать, успеть перепродать до первых платежей по рассрочке. Надеюсь, ну, ты понял, да, о чем я говорю. Ну, и вот с такими проблемами приходят, потом они не могут продать эти объекты. Что самое интересное, вторичный рынок там особо не развит, и вы особо не интересны никому со своим вторичным объектом. Вообще не интересны, потому что есть новые проекты. Потому что это долгий-долгий срок сделки. Есть новые проекты. Денег вы там платите за продажу больше. Ну, короче, это все такое. Но вторичка в плане готового, она работает. Да, готового работает, да. Вот мы находимся, вот сейчас первичка, продаем первичку, и вторичка, но мы занимаемся флиппингом. Мы берем что-то плохое, вот похожее, в плане подделки. Причёсываете. Причёсываем. Делаем комфортные условия и продаем вот такую историю. Там. И здесь, в Москве тоже. Так вот, возвращаясь к проектам, то есть есть инициатива сделать такое комплексное решение для отрасли. Это такое быстрое вдохновение у меня было на одной из встреч с одним из девелоперов, где я понял, что люди построили проект, и продать его не могут, цена завышена, никто не ожидал, что будет кризис, проект ничем не отличается, хотя находится в классной локации. Я просто понял, я через этот пример начал обращать внимание глубже в исследовать рынок и понял, что в целом-то проблема нарастает практически у всех, за исключением нескольких больших участников рынка, у которых опыт за плечами достаточно существенный, там, и команды сильные. Вот. И у меня тогда там пришла идея собрать несколько коллективов, соединить их в некий один проект, не сотрудников, а именно коллективов, где будут условно там, начиная от архитекторов, маркетологов, заканчивая нейропсихологами и так далее. То есть это вот посмотреть шире на эту всю историю с точки зрения социологии, психологии, да, а не просто давайте сделаем красивую картинку, как у них, да, и поставим цену метра, потому что здесь в целом такая цена метра, да. Давайте не будем рисковать и придумывать ничего нового, давайте сделаем, как уже есть, это хотя бы продастся, да, вот, чтобы выйти за рамки. Вот. И соединить это как бы в единый коллектив. Второй момент. Я любил путешествовать, всю жизнь мечтал путешествовать, и начал путешествовать в 22-м году очень активно. И понятно, что я сделал из этого продукт, да, и это нетипичные путешествия. Я люблю путешествовать по таким местам, как, ну, вот, из ярких. Я, например, дважды был в Египте, я провел ночь в пирамиде Хеопса, в камере царя, как это сделал однажды Наполеон и Македонский, и поеду в сентябре, в ноябре, поеду туда снова, потому что я третий раз еду, я чувствую, что не добрал, потому что это не глазами посмотреть, не ушами послушать, это вообще, то есть, система на каком-то биоэнергетическом, информационном уровне, она перепрошивается. Сколько ночи в пирамиде стоит? Самый дорогой отель в мире для Стаса. Нет? Сейчас скажу тебе. Ну, смотри, зависимость, ну, сколько там, 6 часов будем читать? 6 часов сна? Ну, там особо спать, наверное, не нужно, там нужно другие какие-то вопросы заниматься, там нужно осмыслением заниматься, хотя можно и поспать. Я какую-то часть поспал, и это был самый, наверное, самый интересный сон в моей жизни. Ну, вот возьмем, например, 5 часов, 5 часов там провести, это где-то будет около 15 тысяч долларов. Помимо этого, понятно, что у меня есть медиа-деятельность, которая тоже в какой-то период была такой в консервации, сегодня я, скажем так, сформировал внутреннее намерение, что я готов перевозродить эту всю историю, да, и сделать это совсем иначе, нежели это было сделано в течение пяти лет. Представляете, сколько всего я за пять лет попробовал? Понятно, что все мои конкуренты сейчас продолжают это делать, я просто не хочу сидеть кому-то что-то доказывать, я хочу сделать что-то по-другому, да. Это открыло двери, отдало возможность. Ну, это же все-таки узнаваемость определенная, доверие тебе. Ну, да, наверное, узнаваемость, ты знаешь, как я бы называл это, узнаваемость и идентификация меня как героя, кто я за человек, да. То есть это прекрасно приводит ко мне очень состоятельных людей, которые осмысленно понимают, что я хочу работать с ним, все. И неважно, сколько он стоит. Мне понятен этот человек, он не обманет, я могу на него полагаться, да. Ну, то есть через YouTube у тебя осуществлялись продажи. Я помню, даже у тебя был выпуск. Большое поместье за полтора миллиарда. Да, да, да. Оно продано. Продано тобою. Да. Через YouTube. В частности. Помимо этого, вот мы эту тему затронули, я понимаю, что мне интересно, и это мне дает на самом деле что-то нематериальное. это работа по передаче, или труд, наверное, даже. Труд по передаче знания вот этого. Людям готовым к этим знаниям. И в начале года я сформулировал историю, что я хочу создать некую такую среду, в которой могут оказаться несколько очень состоятельных людей. То есть я понимаю, что вот эти знания сейчас наиболее актуальны тем, кто уже миллиарды заработал, уже попробовал все на это купить, ничего не купил, уже вырос, уже возраст, семьи тяговато, это как-то в семье дела обстоят, до сих пор много лет пытаются настроить с детьми, с собой, здоровье уже не то, и ты понимаешь, что, блядь, как-то все по-другому. Но не знаешь как. И он понимает, что пойти к каким-то отлетевшим духовным чувакам не очень хочется, он их не может идентифицировать. А я понимаю, что я вот где-то на стыке между того, что я вот эту всю глубину понимаю, применяю, и это все отражается в моей семье, в бизнесе, и как бы я в балансе. И тут идея даже не в том, чтобы их куда-то привести, а идея в том, чтобы открыть им глаза, назовем это так, внутренние глаза, чтобы они сами смогли, и дать им инструмент, чтобы они могли быстро понять, что все на самом деле намного проще, чем им кажется. А потом соединить их в некую структуру, назовем это там сообществом. Но цель этого сообщества не вечеринки, винишка, сигаретки и крутые тачки, и, блядь, письками мериться, а сесть за округлый стол и понять, что у нас так много есть, у пятерых, и есть внешний фактор, среды, частью которой мы являемся. А что мы можем сделать для этого мира, для этой среды, частью которой мы являемся, которая дала нам то, что мы имеем сегодня, которая дала нам тот опыт, который мы получили до того, как встретиться с тобой или с нами, который позволил нам сегодня... То есть это все произошло благодаря... Не потому, что ты герой, потому что среда тебе это дала, твои предки тебе это дали. Что ты сделаешь? Генетически, может, что-то должно. Давайте что-то сделаем вместе. И вот переходя к следующим проектам, вот следующие проекты как раз про это. То есть меня жизнь свела, встретила с людьми, которые мыслят так же, как и я, которые имеют духовный опыт, у которых все в порядке с нравственностью, с совестью, с культурой, с собственной, которые прошли непростой жизненный путь, которые материально что-то сделали в этой жизни. И сегодня, соединившись в некую такую среду, нами описываются, ну где-то описываются образы неких решений, которые бы могли предложить, а где-то прямо создаются уже проекты, в которых фокус внимания, на тот состав общества, то есть детей, то есть это образование, которые завтра потащат вот этот геморрой, в который мы зашли. Ну то есть, условно, наши деды вывозили ситуацию, которая была создана предыдущим каким-то поколением. Вывезли. Что сделали мы? Мы позволили какому-то процессу привести нас в сегодняшнюю точку. Окей, ладно, это было вчера. Что сегодня будем делать? Будем так же продолжать? Надо сделать так, чтобы завтра... Да, нужно создать... Можно бастовать, я не вижу в этом никакой сильной позиции, хотя, наверное, кто-то, я не буду сейчас ни с кем на эту тему спорить, но моя позиция в том, чтобы создавать среду, среду, которая способна была сделать что-то по-другому. Да, то есть это все на грани девелопмента, на грани образования, и все это опирается еще на внешний фактор среды, подчеркиваю. То есть есть один критерий, что можно быть гениальным креативщиком и что-то там креативить, но если твой креатив не решает глобальные задачи, то ты, скорее всего, утонешь, потому что спроса нет на это. Если мы берем социальную какую-то проблему, да может, не только социальную, вот ты хочешь сгенерить для внешнего мира что-то, начни с того, что исследуй фактор внешней среды. Что вообще происходит в этой среде? Пойми проблематику и встрой свою идею в проблему. Вот есть проблема социальная сегодня, социально-общественная, которая транслируется на уровне президента страны. Но почему бы не подумать о том, какое предложить решение, чтобы встроиться в общую стратегию, чтобы не резонировать с ней, а чтобы стать частью. Потому что очевидно, что внутри есть элементы, которые думают за, а есть элементы, которые думают против. Одни будут разрушать, вторые будут строить. Но, к сожалению, так пока. Да нет, ну это всегда. Кто-то будет за, кто-то будет против. И даже кто-то нас любит, а кто-то нас ненавидит. Отвечая на твой вопрос, коротко, то есть вот моя жизнь делится сегодня, скажем, предпринимательская жизнь делится на две составляющие. Вот ровно круг, у меня-то прям круг нарисовал. Правая половина – это вот то, куда на самом деле вела меня жизнь, когда я собирал вот здесь вот опыт. Да, это такая творческая, социально-общественная предпринимательская деятельность. То есть это дело жизни. То есть вот этому я готов посвятиться полностью, целиком, и быть частью этого вообще, этой экосистемы, этой среды. То есть я ее создаю, хочу жить в ней. Хочу, чтобы дети мои там жили, внуки мои там жили, чтобы там воспитывалось то, что вот, чего нам всем не хватало. А здесь есть жизнь, которую я прожил до, которая требует, я с большим уважением к ней отношусь, к проектам, которые были созданы, к людям, которые со мной прошли этот путь. Это небольшое количество людей, к счастью. Или, к сожалению, к счастью. Но пропустил я через себя огромное количество людей, просто огромное, это сотни людей, сотни. И каждый съел от меня кусок. Да? Ну, я дал этот кусок, он был съеден, это нормально, там все было по справедливости. Но сам факт, что я, находясь в центре сегодня, вот здесь думаю о том, как мне создать решение, при котором вот это вот все способно вырасти в огромную компанию семейную. Семейную не потому, что там должна быть фамилия Решко, не. Семейную с точки зрения того, что там есть ты, я, Паша, Миша, Сережа и Джонни. И каждый является сособственником этого труда. Он делает это не потому, что кто-то ему сказал это сделать, потому что он любит это делать, он ценит то, что мы делаем это вместе, и он прекрасно понимает, что там история не только с тем давайте деньги добудем, а давайте создадим для этого мира по каждому из этих направлений что-то, что способно в человеке. Вот у тебя произошел уже какой-то процесс сегодня, да, ты говоришь, я задумался. Конечно. Вот я хочу, чтобы у меня были десятки проектов, касаясь которых, то есть мы говорили сегодня на сложном языке, но в продукте человек должен коснуться и задуматься, блин, обо мне никто, вот он взял трубку, поговорил с менеджером, например, я купил продукт, он понимает, слушай, я первый раз такой опыт получил, мне там типа 40, я так много все в жизни попробовал, но я первый раз этот опыт получил, и он такой, блин, это же просто, а пойду-ка я в семье, вот это вот, его на что-то это вдохновляет, он идет куда-то в бизнес, к друзьям, он запускает какой-то новый эволюционный процесс, все, вот этого мне уже достаточно, я понимаю, что я здесь не случайно, и я прекрасно понимаю, что я, наверное, дорос сейчас до той позиции, внутренней, вот именно духовной, душевной позиции, где я прекрасно понимаю, что мне не надо о деньгах думать вообще, они будут всегда. Они приходят, они приходят. Говоря о Станиславе еще раз, мы фиксируем просто для себя информацию, да, сегодня это недвижимость, сегодня это тревел, консалтинг, сегодня это консалтинг, в какой области и части? Ну, консалтинг, индивидуальная работа с людьми, да. Индивидуальная работа с людьми, развитие личности, правильно? Можно это так назвать? Глубже, развитие души, наверное. Развитие души. В этом теле, там вот как-то так, это все-таки. Ну вот за там период, пока ты, ну, за период, сколько ты вот в этом находишься, и сколько ты, сколько, точнее, сколько людей уже прошли твою, твое наставничество, да, назовем это так? Ну, это по-разному, это можно назвать, наверное, больше все-таки, наверное, какими-то некими программами, потому что то, что я вижу сейчас в рамках консалтингового продукта, это типа полугодовое, полугодовая деятельность, которая проходит через все слои, через которые необходимо пройти, да, но те группы, с которыми я касался, мы касались условно либо одного, либо нескольких слоев, то есть там нужно быть готовым, там должна быть потребность большая. Вот как раз, какая это потребность? А я же говорил. Извини, пожалуйста, вот прям, то есть вот хочу просто для себя понять, сколько людей в обществе задают себе аналогичный вопрос, как ты. Это, по сути, те люди, которые к тебе пришли за аналогичное. На самом деле их так много, Миша. Ну, мало кто может себе в этом признаться, раз, и второе, мало кто этого хочет. И мало у кого есть время на то, чтобы об этом подумать, потому что мы взорвем вот в матрице, в среде, в которой у тебя не должно быть времени, чтобы об этом подумать. Потому что если ты однажды дойдешь до этого, ты становишься свободным человеком. Ну, вот, и того, если говорить, просто мне интересно, сколько групп, сколько людей. Я думаю, что если по численности, я думаю, что человек 150. Слушай, немаленькое количество. С учетом того, что это как бы, а если брать людей, которые еще и в путешествии со мной были, потому что там плюс-минус то же самое, только еще в живом формате, ну, наверное, 200. С таким мышлением все-таки подход-то в жизни поменялся. Угу. Насколько поменялось твое окружение с тех пор? Кардинально или осталось? Знаешь, я могу про окружение следующее сказать. У меня никогда не было большого, близкого окружения. Наверное, потому что мне никогда не было в этом потребности. И я могу тоже на это ответить. Почему? Потому что мне в целом очень хорошо с самим собой. Да? Но меня всегда окружало большое количество людей. И с детства у меня всегда менялись компании. Поэтому я как-то даже... Ну, у меня есть постоянные люди, которые со мной по жизни их единица. Единица. И новые единицы не так часто появляются. Есть большое количество хороших приятелей, с которыми мы по мере возможности очень редко встречаемся. А по-настоящему близких людей, как и были, те люди и остались. Это люди, с которыми я работаю в первую очередь. Потому что я с ними много времени провел. Это моя семья, это мои родители. И вот, наверное, за последний год в моей жизни появились друзья, партнеры, единомышленники. По-разному их можно назвать. Они многое в себя объединили. С которыми интересно делать очень многие вещи. С ними можно говорить. интересное, париться в бане, исследовать, структурировать проект, реализовывать проект. Все интересно делать, просто потому, что встретились люди с плюс-минус схожим уровнем интеллектуального развития, психического развития, духовного развития, материального развития, идеологического развития, мировоззренческого развития и прочее. Я, наверное, еще не пришел, ну, не наверное, а точно, я еще не пришел к твоему состоянию, души и тела. Опять же, может быть, когда-то, да? Но, по крайней мере, я не буду сопротивляться. Если жизнь приведет к этому, я вообще сопротивляться не буду, потому что мне точка зрения твоя примерно понятна, и она мне импонирует, вот так скажу. И это откровенно. Мне, люблю откровенные вещи. Вот. И, но поскольку я в бизнесе, я в потоке, вот в этом вот ежедневном, да, мне все-таки хочется вот позадавать тебе подобные вопросы, если ты не против. С удовольствием. Да? Все-таки немного про бизнес. Ты затронул Минеральные воды и проект. Мне стало очень интересно. Это развивающийся регион. Что ты там видишь? Что за проект? Этот проект не имеет никакого отношения прямо к региону, развивающемуся и не ориентирован на развивающийся регион. Там создается решение, связанное с образованием, образованием детей, целью которого вот есть такой указ 809, номер 809, я рекомендую в целом его изучить, связанное с тем, чтобы возродить в стране духовно-нравственную основу, без которой эта страна с большой вероятностью канет в лето. Потому что, ну, я не знаю, насколько все знакомы с некими управленческими моделями извне, да, какое воздействие вообще на нас много лет оказывает разные регионы мира. Я не буду сейчас в частности впадать, все-таки не очень хочется говорить о геополитике, но на самом деле это все давно на поверхности. Мы просто боимся или отказываемся в ту сторону смотреть. И все, что мы получаем, все, что нас сегодня делает классными и создает нам комфорт, многое мы получили от порабощающих стран. И то, что мы от них получили, нас на самом деле уничтожает. Есть такое понятие, шесть приоритетов. И первый из них является, вот мы сегодня много говорим про мировоззрение. Так вот, первый приоритет, через который на нас оказывается воздействие, он называется мировоззренческий, методологический. То есть нам дают на определенную форму мировоззрения через преподавательскую деятельность, через ситуации, которые происходят в обществе, через родителей, которые выросли в определенных обстоятельствах, некую методологию, некую культуру мышления, бери от жизни все, вот это вот, у нас же все, во что нас, что в нас конкретно загрузили, любой ценой, возьми, ты должен доказать, крутой, либо ты лузер. Концепции и полнота управленческой деятельности. Второй уровень, хронолого-алгоритмический, то есть это история и хронология. Мы не владеем реальной историей. Третье, техногенческо-идеологический, вероучение, идеология, технология, фактология, науки. Разделили. Четвертый, сейчас секунду, экономический, финансы и кредитование, управление ресурсами, хозяйственными процессами, банки, кредиты, ипотеки, здоровье, генетика, питание, алкоголь, табак и другие наркотики, медицина, экологические загрязнения, среды проживания. И шестое, военное оружие в традиционном понимании. Все эти шесть приоритетов сейчас в моменте работают одновременно. То есть, как раз, в минеральных водах планируется вот такой образовательный центр, который должен взрастить как минимум понимание вот этих вот моментов у детей. культуру, нравственность и совесть. А детки от какого возраста? Разные будут. Там, по сути, должна быть система образования построенная, которая способна обслужить всю жизнь человек. То есть, там смогут образовываться дети, в конечном счете там смогут образовываться взрослые, пожилые люди, родители и так далее. Это как пансионат какой-то. Ну, может быть. Такой прям целый лагерь, наверное. Ну, может, да. Целый комплекс, там, не знаю, для... Ну, я так себе это представляю, может быть, это как-то иначе будет выглядеть. Вот. Но в любом случае желаю тебе в этом успеха, потому что это достаточно серьезное начинание. Ты знаешь, тут я когда прошел... И как бы вот работа с детьми, это же вообще непросто. А вот мы не будем работать с детьми. Почему? Потому что работать с детьми должны преподаватели. Наша задача создать среду, создать среду, в которой смогут разные образовательные модели и проекты, которые себя уже как бы реализовали, заниматься этим процессом. И у меня двое дочерей. Старший будет семь в следующем году, в январе. А младший будет четыре вот через месяц. и я... Они не ходят в сад. И я очень аккуратно со школой... Вот мы сейчас выбираем, конечно, для старших. Просто потому, что я знаю, чему меня научили. Я понимаю, сколько мне потребовалось времени и сколько, на самом деле, проблем я получил от этого процесса. и я не хочу допустить, чтобы дети мои получили этот какой-то бессистемный вирусняк, через который кто-то очень-очень далеко, где-то вообще в другой стране решает свою глобальную задачу через моего ребенка. Я не готов это позволить. Какое решение ты нашел? Разные системы образовательные, образование, они есть, они не публичные. То есть я не искал публичный садик, я искал систему модели образования, в частности, пообщался с людьми, которые в этой теме, скажем так, посвящены, в частности, преподаватели, скажем так, не просто преподаватели в какой-то конкретной школе, а преподаватели, которые находятся в сообществе преподавательском, у которых есть некий вектор цели, они желают, они видят проблематику, они хотят, то есть это вот, знаешь, как медики клятву дают, Гиппократу, вот из этой шестерии, то есть это люди, которые не про деньги, которых пробовали купить, к сожалению, они не продались, да, они, может быть, не живут яркой жизнью, потому что, в целом, это не модно сейчас быть преподавателем, можно быть инфобизнесменом и зарабатывать столько денег, сколько Валентина Ивановна какая-нибудь, которая 35 лет преподает, за всю жизнь свою не заработала, они сделали это за месяц, но Валентина Ивановна научила тысячи людей, сформировала в них какую-то нравственность, а инфобизнесмен налил, нассал, извините, может быть, даже в уши, блядь, это вот просто, у меня вот просто это не укладывается в голове, это же гипернесправедливая история. Несправедливая и разные приоритеты у людей, разные приоритеты. Но мне кажется, что мы, если мыслить в том направлении, которое ты сегодня задал, в том векторе, обычно ведущий задает вектор, но сегодня ты задал этот вектор, и он вообще очень импонирует мне. Мы, на мой взгляд, являемся теми людьми, которые сами по своему собственному желанию образуют вокруг себя и внутри себя любой фокус, любую ту ауру, к которой мы, в принципе, хотели бы прийти или к которой мы стремимся. То бишь, говоря про важного и хорошего человека, как преподаватель в школе, в которой у каждого из нас мы можем вспомнить лучшего героя. Во-первых, мы были детьми, у нас есть дети, у наших детей будут дети, то есть преподаватель будет всегда. Должен быть всегда. Но, судя по всему, очень много вот мы как раз сегодня тоже говорили в другом выпуске о том, что сейчас вот многие смотрят курсы, как это сделать рилс, который залетит на миллион, там еще что-то. Ну, то есть у всех у всех свои заботы. Да, да, да. И я как раз говорил о том, что, а кто будет реально работать? Можно я отвечу, дочь звонит, я не могу не ответить, телефон ей купили. Дочь это святая. Да, любовь моя. Папа. Да, Зайка. Приезжай немедленно, у нас гроза. Телефон человек получил, понимаешь, тут все, пошли разговоры, эмоции. Созвоны, перезвоны, не, ну это круто, когда это в меру. На этой прекрасной ноте я предлагаю... Тебе поехать послушать грозу. На самом деле у меня, ну тоже сейчас вот, когда дочь начнет ходить, говорить, это, наверное, вообще прекрасные чувства. На самом деле, знаешь, я тебе хочу вот посовет какой дать по поводу дочери, не самой дочери, понаблюдай за человеком, за именно, за ее эволюционным процессом. Я один раз в какой-то момент вот с Петрой как раз таки, она первая родилась, она примерно родилась с разницей в несколько месяцев. Ноябрь 2016-го я открыл Лобстер Групп, ноябрь, декабрь, январь, и она родилась. Через два месяца как открылся Лобстер, она родилась. Я наблюдал эволюцию. И даже сейчас, вот я сейчас говорю, понимаю, что я бы наблюдаю. То есть это эволюционная цепь, она едина. То есть ты смотришь на ребенка и смотришь на свой проект. То есть все, что испытывал ребенок, все то же самое в этот момент испытывал мой проект. То есть человек не может ползти, не может себя проявлять, твой бизнес вначале, он такой, бесформенная история, которую нужно держать на руках, да? Потом он начинает ползать, биться головой. То есть он вроде что-то пытается, и ты наблюдаешь за ним и радуешься. Он бьется головой, плачет, тебе опять надо брать на руки. И все время титя должна быть условно, да? Дальше человек начинает ходить. Все, ты такой как папа, смотришь, боже, слава богу, он ходит. Но он пока не может проявляться. Ты его не слышишь, он начинает капризничать. Опять на ручке надо, да? Вот сейчас человек звонит, ходит, говорит, проявляет эмоции самостоятельно. Вот что сейчас с моим бизнесом происходит. Вот что происходит сейчас с моим бизнесом. и я как отец бизнеса и своей дочери должен позаботиться о системе и среде, в которой каждый из них сможет автономно развиваться, потому что каждый из них имеет тот или иной уже элемент нравственности, и совести, которые не позволят ему перейти за границу чего-либо, да? Чтобы получить по голове, не дай бог, да? Либо свернуть не туда. Вот. Блин, это хороший итог. Крутые мысли. Вот обрати внимание на это. Там столько сообщений, вот если говорить о том, что вседержитель говорит с нами через жизненные обстоятельства, там огромное количество сообщений. И то, как будут взаимоотношения с супругой происходить, потому что ну как бы рождение первого ребенка, семейные отношения, там происходит трансформация, и нужно прямо заходить с головой в этот опыт. Там очень большой рост для обоих, индивидуальный, коллективный, семейный. Давайте поаплодируем Станиславову. Спасибо большое. Спасибо, какая большая аудитория. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok